Лучшей сестры нет. Нету. И человека доброго, открытого, что думает, то говорит. Это она подлости так не сделает из-за спины. Да Боже упаси. Чем все-таки объяснить, что Нанна Викторовна через годы, через эти, сохранила какое-то юношеское чувство Тихонова? Вас опять Тихонова интересует? Да, да. Ну как вам сказать? Ведь она же так просто не говорила. Вот я сохранила чувство юности, да? Это же я должна сделать вывод из того, что я вижу, правильно? Что я вижу? Я вижу, когда я вижу Кубань, у меня такое волнение, когда мы поехали. Потому что это детство, это юность. Когда о славе, это ее юность, это их такая сложнейшая жизнь. А все знают, человек, который прошел через трудности, вот это были самые интересные моменты в жизни. А почему она ему все-таки, вот перед смертью, решила ему позвонить? А потому что она говорит, все равно это родненький. Это, говорит, наша юность, это наша была жизнь, наша молодость. А молодость, она всегда остается родненькой. Она говорит, Славочка, прости меня, пожалуйста, за все. Он говорит, и ты прости. И положили трубку. И какое у нее было вот выражение лица при этом? Он умеет. Она так, как будто что-то важное сделала. Вот я так скажу. Как будто вот что-то важное в жизни сделала. Значит, в ней это сидело. Понимаете? Вот у каждого человека, видимо, наступает момент, что вот, почему же я вот этого человека не хочу? А надо все-таки попросить прощения, чтобы он не думал, что я не хочу его видеть. Понимаете? Может быть. Я не знаю. Но у нее было такое выражение, что вот большое дело сделала. И ей как-то легче стало, да? Видимо, да. Потому что, зная Нону, это только может сказать человек, который знает человека. Что, для Ноны попросить, да тем более мне, допустим, сказать, прости меня, сестры, да Боже упаси. Но это подвиг. Фиалочка вон какая стала, сочная. А потому что я передаю, вот Нонину, она очень любила. Вот. Так что видите, как хорошо. Как при Ноне, так и без Ноны. Так же зажигают. Она сюда. Это самое. Это ей подарили Иисуса Христа. И когда она, значит, это говорит, давай сожги тут эту свечечку. Давай тут, у нее спальня была. Мы поставили, я зажигаю. Она говорит, видишь, у нас с тобой, как у настоящих верующих. Говорит, и свечка горит, и лампадка горит. Но она вероятно снималась в казахском фильме с Таганом. Таган, Тагал, что ли, его зовут, актер. А он теперь стал режиссером. И, говорит, Нона явилась ночью и говорит, что же ты стал режиссером, а меня не снимаешь. Он проснулся и услышал новостях, что умерла великая актриса Мордюкова. И он этой своей студентке, он еще там преподает в Казахстане. Он ей говорит, поезжай, и чтоб ты розы от меня положила там. И она мне вручила эти вот туда. Я говорю, вы положите потом розы. Это что, не мистика, а? Аж Казахстан. Правильно говорят, душа витает. Мы во сне, оказывается, общаемся с тонким миром. Вот и все. И поэтому у меня такое ощущение, что Нона все слышит. И поэтому у меня все время, я чувствую контроль. Как бы Нона поступила, как бы Нона сказала. У меня все время присутствует Саша. Даже когда интервью даю. А понравилось бы это Ноне. Нона очень хорошо эти наши поговорки кубанские говорила. Вот так, когда там бабы такие скуповатые немножко. Ешь, ешь, кума, пятый блин. Я не считаю. И так Нона садится показывает. Это Кубу. Куму встретила. И якобы ее угощает. Да ешь, ешь, кума, пятый блин. Я добрая.